МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Круто, погода не подвела, много артистов, вообще весело, прикольно. С самого практически рождения знаю Дима Нагаевцева, потому что в этой индустрии, поэтому рад каждому их событию. Давно, наверное, с первых дней нашего существования, 5 лет, знакомы, работаем, друг друга поддерживаем и надеемся, и будем мы дальше дружить. Да, в клубе давай. Мы всегда с вами, всегда за вас, всегда вас поддерживаем, потому что вы очень крутые, вы делаете классный проект, вы, например, даже в этом году сделали очень классные каникулы, мы там были, отдыхали вместе с нами, это было действительно круто. Я считаю, это обалденно насыщенной информацией платформа, где можно увидеть все отчеты, все анонсы, все вообще, что интересно о светской жизни, о людях, о вкусной еде. Ну, то есть очень много советов вообще, что делать, куда пойти, на какие концерты. Ну, конечно же, в клубе ТВН это круто. Проведи, проведи меня по всей земле, покажи, покажи, где моя душа живет тебе. Я с ними сотрудничаю, наверное, дружу, а потом сотрудничаю уже на протяжении 9 лет, потому что как появился этот портал, мы сразу же задружились, и на моих вечеринках в клубе «Гараж» они всегда мои информационные партнеры, поэтому я их люблю и уважаю за то, что они двигаются вперед. С самого раннего утра и до вечера радовала масштабная развлекательная программа около лазурного бассейна с шезлонгами и балийскими беседками. Мы готовимся, мы подготавливаемся, гладимся, вот, загораем, купаемся, все для того, чтобы поздравить в клубе ТВ. Мы не знаем, что такое сидеть у бассейна сегодня, потому что мы прилетели, когда уже все сидели у бассейна, а потом еще работали, приехали мы, когда все просто пахнет шашлыками, здесь темно, но это тоже очень круто и приятно. Гостям предоставлялась уникальная возможность хотя бы на один день отдохнуть от суетной Москвы, а также поучаствовать в лотерее, розыгрыше призов, сделать памятные книги с ожившими фотографиями и сменить образ к вечерней программе, благодаря выездному бьюти-корнеру. Сейчас у тебя уже прошло то время, когда ночами не спишь, тусуешься или все-таки еще продолжается? Бывают такие дни, но сейчас более ответственно, потому что много работы, много над чем надо работать. Студенческие годы, тусовки прошли, но тусовки не заканчиваются и не закончились. Они всегда есть и в клубе ТВ нам помогает в этом. Ну, когда я был совсем малой, то это было постоянно. Особенно драки, потерять телефон и вообще все-все-все, очнуться где-нибудь в парке. Я же трушный, я об этом пою, выступаю в клубах. Это вообще все про меня. Со временем, конечно, знаешь, как-то это все приедается, с одной стороны, но, с другой стороны, мне этого просто хватает, поэтому нормально. Если бы не хватало, я бы, конечно, рвалась там, волосы на голове, девчонки, рвем в клуб! У меня уже прошло давно. А у меня иногда выскакивает, но я потом понимаю, что лучше не надо было этого делать. Окей. Может, не что вспомнить, но рассказать точно нечего. К вечеру основное действие перенеслось на просторную летнюю террасу ресторана, где в клубе ТВ приехали поздравить популярные артисты и исполнители. И что можешь пожелать в клубе ТВ? 9 лет все-таки. Ну, с таким режимом, как у вас, тусовочным, ребята, пожалуйста, не растеряйте ваш потенциал и отпразднуем, как следует, ваш первый полноценный юбилей. Прости вам только бесконечно, пускай все получается, пускай команда будет еще крепче, еще круче. Мы вас любим и, конечно же, всегда с вами ваша Артикастика. В клубе ТВ мы желаем креатива побольше, очень долгих лет существования, чтобы все было у вас круто. Развивайтесь, никого не стесняйтесь, делайте только, что вы делаете, и пускай будут все Будды мира на вашей стороне. Хайку – столица южнокитайской провинции Хайнань. Это большой прибрежный город, расположенный в тропиках. Впервые в истории Хайку туда отправилась делегация туристов из России, состоящая из съемочной группы нашего телеканала, их коллег-организаторов и артистов. Нихао. Во-первых, и красивая улыбка, желтое китайское солнце, желтый песок, который практически везде, и густая субтропическая растительность, которая напоминает нам слегка о нашем российском курорте Сочи. Это короткие впечатления. Мы сейчас находимся на острове Хайнань, в городе Хайку. То, что мы стараемся развивать это направление, новое направление туристическое. Хотим, чтобы в ближайшем будущем все знали про Хайку, как и про все остальные турстические направления. Российских туристов в городе Хайку встречают по-особенному. Песни, танцы, выступления любимых артистов и яркие приветствия ждали гостей по прилету. Каждый подходит и фотографируется, просит там, ну, где-то быстренько на всех, везде-везде, особенно в клубах. Любой турист сможет найти в этом городе развлечения по душе. Прекрасные отели, потрясающая природа, экскурсии по древним местам или современным достопримечательностям. Например, в отеле Mission Hills находится аллея с отпечатками рук популярных в Китае людей. А на экскурсии в город кино вы можете прикоснуться к руке Джеки Чана. Мы успели проехаться и по городу по ночному, посмотрели и небоскребы Хайку, посмотрели, как живет молодежь, клубная жизнь Хайку. Ночная жизнь города не сравнится ни с чем. Даже самые искушенные туристы поразятся зажигательностью и яркостью вечеринок. На нескольких из них раскачал китайскую публику диджей Полинов. Друзья, прямо сейчас мы находимся в лучшем клубе города Хайку на острове Хайнянь в далеком Китае. Телеканал Russian Music Box специально для вас. Клубы, многие сказали, что лучше, чем в Москве. Будем считать, что мы хотя бы посмотрели нормальные клубы. Москвичи, которые искушенные. Ну что, друзья, вы можете наблюдать эту невероятную атмосферу прямо сейчас со мной. Невероятные люди, посмотрите, вот это MC, MC. Йоу-йоу-йоу-йоу-йоу. Это диджей, диджей. Поднимите диджей. Телеканал Russian Music Box. В завершении поездки состоялся гала-ужин для всех гостей, прибывших в город Хайку, где выступили как китайские звезды, так и наши артисты. Сегодня впервые выступила для китайской публики и хочу сказать, что я под впечатлением. Люди абсолютно классно реагируют на жесты, то есть можно хлопать вместе с ними, танцевать вместе с ними. Они очень улыбчивые. Мне очень понравилось. Во-первых, это гостеприимная страна и, конечно, остров уникальный. Хайку мы слышали, но никогда не были, наконец, посетимы. Теперь у российских туристов появилась прекрасная возможность посетить Китай, а именно город Хайку, с которым можно насладиться прекрасным климатом, полюбоваться погодой и по-настоящему почувствовать колорит Китая. Ай да! С нами! На Хайнань! Вау! Здесь вас ждет офигенный отдых, классное времяпровождение и супер-тусовка. Певица Максим сняла клип на свою новую композицию на двоих. Это первый клип девушки, где задействовано достаточно большое количество локаций. Одной из которых стала библиотека. Это задумка режиссера. В общем-то, здесь я вот дала ему возможность полностью заниматься практически всем. И это очень большая редкость, потому что я обычно участвую очень плотно в съемках, в создании образов и так далее. Но здесь, знаете, когда есть такое четкое доверие, то гораздо проще все. И, конечно, зная, как он снимает, я, в общем, отдалась ему в руки. Скорее всего, я все еще студентка. Как ни странно, я до сих пор еще студентка и в жизни. Ну и сейчас вот один из образов такой вот библиотеки, потому что я должна была родиться, конечно, математичкой. Но вот только сегодня, сегодня судьба привела меня на то самое место, в котором я должна была существовать. Я буду очень умная, воспитанная на советских книжках, умная женщина. Девушка появится на экране в семи совершенно разных образах, среди которых студентка, путешественница и другие. В некоторых вы не встречали меня никогда, и сыграть столько разных персонажей было для меня настоящим удовольствием. Заинтриговала Максим. Это, наверное, самое большое количество локаций за все почти 30 моих клипов. Нарчички. А вот вам вообще в каком образе комфортнее? Ну, мне, конечно, комфортнее в том образе, в котором я обычно нахожусь. Очень мне нравится из себя что-то строить. Сегодня просто это весело. Мы занимаемся все-таки легким жанром, мы снимаем видеоклип, поэтому прежде всего должно быть хорошее настроение. Вот насколько я не люблю в жизни, в обычные кривляния, всевозможные выстраивания из себя, как будто не того, кем ты являешься. Ну и также не люблю рядом с собой таких людей. По словам певицы, смысл клипа заключается в том, что кем бы девушка ни была, где бы ни находилась, если с ней рядом есть любимый человек, то ей с ним будет хорошо в любом обличии. Ну, мы такой сюр, конечно, снимаем. Мы будем переходить из одной реальности в другую и много раз будем менять свои жизненные установки. Но, тем не менее, будем все время в бою. На днях в Екатерининском парке прошел фестиваль «Свежесть лета». Развлекательная программа включала в себя фуд, фит, бьюти, кит, док и, конечно же, музыкальное шоу, в рамках которого гостей ждало множество сюрпризов. Встреча с любимыми российскими артистами и знакомство с новыми исполнителями. Начинающие артисты получили возможность выступить на фестивальной сцене в центре Москвы. А поддержку победителя на старте «Звездной карьеры» обеспечила радиостанция «Лаврадио». Уникальность конкурса в том, что организаторы решили выбрать лучший хит 2017 года. По мнению не только независимого экспертного жюри, но и народного голосования в социальных сетях. Представители известных рекорд-лейблов, музыкальных каналов и продюсерских центров получили право учредить специальный приз. Однако без подарка не остался ни один участник конкурса. Заслуженную победу одержал певец Данто с песней «Сердце». Но это не единственная награда в этот вечер. Артист также получил сразу два гран-при. Данто поделился, что пришел на конкурс именно за победы и изначально был в себе уверен. Финалом программы стало шоу выступления главного хедлайнера Бьянки, которое с легкостью зажгла уже разогретую публику. На месте не усидел ни один человек. Также девушка поздравила начинающих артистов и поделилась планами на ближайшее будущее. Уже скоро поклонники певицы смогут посетить первый большой сольный концерт. Сексуальному первому, кстати, друзья, концерту, несмотря на то, что уже 10 лет 12 на сцене, но тем не менее это будет первый концерт, что я не хочу, чтобы он был какой-то, ну как сказать, был похож на потоги, я хочу, чтобы он реально был крут. На днях под открытым небом в пространстве дизайн-завода «Флакон» прямо в центре Москвы с мощнейшим лайнапом состоялся большой фестиваль электронной музыки «Фрифест». Также стоит отметить, что впервые такой массовый рейв проводился бесплатно. Рассказывайте, что сегодня здесь происходит? «Фрифест», «Фрифест» рейв с бесплатным ходом. Очень-очень много нет, не было в Москве такого. Вот у нас получилось это сделать. Вот как это, вот это рейв! Вот они все счастливые! Легендарнейшие личности сегодня выступали. Володя Фонарев, Тимур Мамедов, диджей «Профит», «Банда Кикенскри», сейчас «Квазар» играет. Из Австралии приедет «Тон Шифтерс». «Олджеп» прилетел, скоро будет выступать, заключать наш рейв. Ну и я, Виктор Строганов, буду играть «Мясо». Хедлайнерами стали австриец «Тонис Шифтерс». Пожалуй, самый плодовитый и перспективный молодой хардстайл-продюсер планеты. Виктор Строганов – признанный хардкор-мясник России. Диджей «Груф» и «Профит» – именитые мастера ломаного бита. Это счастье! Душа раскрывается! Все, сердце вырывается из груди! Это круто! Это счастье! Все! Для меня ничего не существует! Гостям фестиваля был доступен отдельный фудкорт, оборудованные зоны отдыха и различные развлекательные активности. Кстати, любители электронной музыки, не попавшие на рейв, могут не расстраиваться. Виктор Строганов поделился, что подобные мероприятия будут проходить и в других городах. Следите, следите! Везде, во многих городах России проводится очень много мероприятий. Осенью будет очень много хардкор-рейвов. И надеемся, что на вашем телеканале тоже появится такая музыка. Первый и единственный на сегодняшний день крокодиловый парк в Марокко насчитывает более 300 крокодилов и расположен на территории общей площадью 4 гектара. В парк вы входите через огромную пасть крокодила, проходите через вестибюль, напоминающий джунгли, и попадаете в ботанический сад с прудами и водопадами, где живут крокодилы. Лабиринт тропинок и мостиков позволяет наблюдать за рептилиями в их повседневной жизни, отдыхающих на солнце или демонстрирующих силу своих челюстей. Крокодилы – это животные, которые не оставят вас равнодушным. Длина туристического маршрута приблизительно 650 метров. В ходе визита на тропинках вы встретите следы крокодилов, динозавров и других животных. А сейчас мы переместимся на виллу Лимона. Это экологически чистая территория, уединенное и охраняемое место всего в 10 километрах от Агадира, где каждый найдет себе занятие по душе. Здесь и ламы, и лошади, и мандариновые рощи. Настоящий отдых для ценителей спокойствия и уюта. И, конечно, мы не могли не пообщаться с организатором поездки, представителем Марокко в России, Самиром Сусириах. Марокко – это безопасность. Марокко – это стабильность. Марокко – королевство, которое живет очень много веков. Марокко – это Атлантийский океан, Средиземное море. Марокко – это горы Атласа, Марокко – это Сахара, Марокко – это экскурсионные программы, Марокко – это гастрономия и так далее, и так далее. Поэтому я думаю, что это разнообразная страна, куда нужно обязательно приехать российским туристам. Марокко – страна контрастов и цвета. Посетив ее один раз, вы запомните это путешествие на всю жизнь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова